Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Большие новости сегодня из Китая. Только что китайское центральное телевидение показало сюжет о том, что Гонконг разрешит розничным инвесторам покупать биткоин. Китайцы находят способ снова разрешить криптовалюту. Давай послушаем. Похоже ты совсем не понимаешь о чем идет речь. Я расскажу тебе понятным языком о чем она говорит. С 1 июня 2023 года официально вступают в силу правила для операторов площадок для торговли цифровыми активами. Операторы, которые в настоящее время планируют предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами в Гонконге, должны подать заявку на получение лицензии в Гонконгскую комиссию по ценным бумагам и фьючерсам. Те, кто в настоящее время работает в Гонконге, должны подать заявку в течение 9 месяцев после 1 июня. Они могут продолжать работать в Гонконге только после одобрения. Операторы, которые не собираются подавать заявку на получение лицензии, должны начать планомерное сокращение своей деятельности в Гонконге. И хотя соответствующая система вступит в силу 1 июня этого года, комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга еще не одобрила ни одну платформу для торговли виртуальными активами. И большинство платформ для торговли цифровыми активами, которые доступны для розничных инвесторов, еще не регулируются Гонконгской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам. Генеральный директор Бинанса Си Зет пишет, «Си Си Ти Ви, китайская центральная ТВ только что транслировала сюжеты про биткоин. Это очень важное большое событие. Китайское сообщество уже гудит. Исторически такие действия Китая приводили к буллранам. Я не говорю, что прошлое предсказывает будущее, и это не финансовый совет». Как ты помнишь, чуть больше года назад Китай запретил криптовалюту. Мы видели большой побег майнеров из этой страны после этого. Биткоин упал после этого запрета в цене. И сейчас внезапно Гонконг говорит, «Нет, все в порядке. Просто регистрируйтесь и возвращайтесь. Китайцы уже готовы использовать эту лазейку. Неужели Китай соврал нам тогда, 24 сентября 2021? Неужели он просто обвалил криптовалюту, а сам накопил позицию за это время и теперь говорит нам, что все хорошо?» У тебя могут возникнуть вопросы, какие же монеты будут прежде всего доступны для покупки розничными инвесторами в Гонконге. Это Биткоин, Эфириум, Кардана, Матик, Солана, Дот, Юнисвап, Линк, Сент, Лайткоин, Авакс, Атом, Stellar XLM, USDT, USDC и некоторые другие. Их можно будет приобрести с помощью некоторых платежных сетей, например, через Apple Pay, Visa, MasterCard и другие. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, не забудь поставить лайк. Это очень помогает мне находить мотивацию для создания новых видео. На предыдущих видео мы набирали от 3 до 4,5 тысяч лайков. Это очень-очень круто и мне это очень-очень нравится, поэтому не забудь поставить сейчас лайк. Теперь я хочу поговорить о холодных аппаратных криптовалютных кошельках. Криптосообщество еще не успело отойти от новостей про новую функцию Ledger с хранением секретной фразы онлайн, как с другим производителем аппаратных кошельков случилось кое-что еще. Компания Uncifed, если я правильно прочел, заявила, что успешно взломала холодный кошелек Trezor. Эта компания специализируется на разработке систем шифрования и недавно ей удалось найти неисправимую ошибку на чипе CTM32, который используется для создания аппаратного криптокошелька Trezor. На этом видео ты видишь процесс взлома этого кошелька, а значит ни одна криптовалюта, которая хранится на этом кошельке, больше не находится в безопасности. Однако есть один нюанс, о котором компания не столь охотно рассказывает. Взломать Trezor она может только имея доступ к физическому кошельку. То есть нужно вломиться к тебе домой, зная предварительно, как выглядит этот кошелек, украсть его, и только тогда получится его взломать при наличии необходимых знаний и оборудования. Поэтому пока что твой Trezor в безопасности. Далее я хочу поговорить об одной интересной тенденции, которую мы наблюдаем в США. За неделю до возможного дефолта неожиданно начали появляться новые кандидаты в президенты. Губернатор Флориды, который недавно запретил у себя в штате цифровую валюту Центрального банка, то есть цифровой доллар, выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Он говорит, что делает это для того, чтобы возглавить великий американский камбэк. Буквально вчера он сделал заявление о биткоине и криптовалюте. Людям в Вашингтоне не нравится криптовалюта, потому что они не контролируют ее. Они это централизованные планировщики, а значит они хотят контролировать общество. Поэтому биткоин представляет для них угрозу, и поэтому они хотят зарегулировать его до смерти в буквальном смысле. Вот почему мы должны вернуть власть людям, которые являются нашим голосом. Как президент я буду защищать биткоин и похожие на него вещи. Криптовалюта защищает гражданские свободы, а нынешний режим явно хочет уничтожить биткоин. И если он останется при власти еще на 4 года, они вероятно убьют его. Несколько дней назад я показывал тебе речь Кеннеди-младшего о биткоине, который тоже выдвинул свою кандидатуру в президенты. Он заявил, что без биткоина демократии в Америке не будет. Теперь Десантис обещает защищать биткоин после того, как станет президентом США. Мы видим, что впервые в истории президентские выборы в Соединенных Штатах стали под флаг биткоина. Уже три кандидата обещают, что биткоин станет причиной американского камбэка. Возвращение США как лидера этого мира, как финансового центра, как центра свободы и демократии, как центра биткоина и криптовалюты. Честно скажу, у меня аж мурашки по коже из-за этого. Я сам обожаю биткоин, и когда я вижу и слышу это, у меня волосы встают на руках. Публичный и блокчейн и биткоин делают каждую транзакцию прозрачной для всех. Это и будет демократия. Если при власти останется Байден или вернется Трамп, то, как уверен Десантис, криптовалюты и биткоин США добьют и убьют. Ну а закончить я хочу интереснейшей утечкой, которая тоже является очень позитивным сигналом для криптовалюты, ведь она открывает дорогу в криптовалюту миллионам людей, которые пользуются Твиттером. В Твиттере зарегистрировано 1,3 миллиарда аккаунтов, активных пользователей в день более 300 миллионов. Илон Маск только что поделился свежим взглядом на криптовалюту в новом интервью для Уолл Стрит Журнал. «Доги Коин – моя любимая монета, потому что в ней есть юмор и собаки». Его цитата. Вы по-прежнему являетесь поклонником криптовалют. Ну да, но я не советую никому покупать криптовалюту или ставить все деньги на Доги Коин или что-то в этом роде. Не надо ставить на Доги Коин. Вы даже можете подумать, что это хорошая идея, но позвольте мне посоветовать вам, что это было бы, возможно, неразумно. Но Доги Коин – моя любимая криптовалюта, потому что в ней лучший юмор и есть собаки. Однако вчера я посмотрел на его цену, она ниже, чем была, я думаю. Ну я не знаю, может быть. Знаете, мой друг сказал, что самым ироничным финалом для этой криптовалюты будет то, что монета, сделанная в шутку, чтобы высмеять остальные криптовалюты, в итоге станет мировой валютой. Хорошо, подождем и посмотрим, как все закончится. Но кроме этого, сейчас я покажу тебе одну интересную утечку, которая показывает, что Илон Маск интегрирует биткоин и эфириум в Твиттер. И делает это прямо сейчас, без громких заявлений, просто берет и делает. В этом видео ты видишь, как это будет выглядеть в приложении Твиттера. Это очень большие новости для криптовалюты и ее принятия, ведь Твиттером пользуется огромное количество людей, которые в итоге смогут покупать биткоин и эфириум прямо в приложении. Ты просто задумайся, к какому росту криптовалюты это может привести. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Это были самые горячие события из мира криптовалюты за последние 24 часа. Увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok